здравствуйте коллеги мастеровые сегодня как обещал делать честные обзоры на инструмент которым работаю и о котором у меня уже сложились определенные впечатления и свое мнение поскольку этот инструмент мне знаком я уже говорил что я его купил из-за того что у меня на работе такой же и я купил себе bosch gsa 10 и 8 литий-ионной батареи и к нему зарядное устройство поскольку коробочка с зарядным устройством стоит сверху с нее и начнем брал в картонных коробках чтобы не переплачивать немалые деньги за пластиковые систейнеры вот как выглядит зарядное устройство сразу уберем чтобы не мешало нам ну так вот что из себя представляет этот замечательный профессиональный инструмент вот можно назвать аккумуляторная дрель винтоверт шуруповерт без разницы называйте как хотите но из-за чего я его купил компактный очень хорошо лежит в руке имеет реверс регулировку оборотов подсветку обычные шестигранные биты в него ставятся и он из-за своей компактности пролезает в любое место мебель собирать очень хорошо что им в принципе уже делалось также он поработал с электрикой потому что у него очень чувствительное очень чувствительное но сейчас руками конечно вот даже руками просто биту удержать я могу что трещотка срабатывает то есть можно работать с очень нежными материалами инструментами без боязни их повредить литий-ионный аккумулятор на котором написано 12 вольт но это неважно 10 и 8 и 12 это они теперь пришли к единому международному стандарту 10 и 8 это у них была номинальная 12 максимальная сейчас они к и со вот этому подошли к международному евро стандарту у них стало просто 12 вольт но на сайте у них написано что все что заряжает 12 будет заряжать и 10 и 8 все что как бы заряжает 10 и 8 будет заряжать 12 это в принципе одно и то же точно также инструмент вот допустим у меня bosch 10 и 8 аккумулятор в нем 12 вольт ничего страшного все это нормально так что еще сказать могу надежный хороший крепкий но я его естественно до до оснастил чтобы можно было воткнуть какое-нибудь сверло и что-то просверлить то есть использовать оснастку без шестигранника я на алиэкспресс прикупил вот такую головку переходник очень удобно очень хорошо но естественно как бы без рекламы вот такая у меня тоже универсальная головка есть вот тоже под шестигранник они многие знают просто лежит с собой взять на всякий случай вдруг надо завернуть какую пильку какой-нибудь не за квадрат да и в принципе гайки можно заворачивать нет не проблема все что тут вы видите это уже просто мною да да укомплектована ну так вот отработал я им сколько вот именно этим я уже отработал с апреля не помню но все лето все лето он у меня в ходу он занимался электрикой он собирал опалубку для забора он устанавливал металлический забор он занимался кровельными работами он занимался мебелью и электрикой и везде себя очень хорошо зарекомендовал он сверлил крутил крутил гайки м8 даже извел одну биту вот такую на очень длинных саморезах когда собирал опалубку а потом ее разбирал опалубка из дюймовки кто имеет отношение к строительству знает что это такое длинные саморезы в дюймовку вот имеет две скорости переключаются достаточно хорошо не искрит не шумит аккумулятора хватает надолго заряжается он по паспорту 45 минут но так оно примерно и есть в общем долго говорить не буду тратить ваше время не буду инструмент такой же у меня на работе уже два года работает каждый день 24 часа в сутки крутит саморезы винты и шестигранники поэтому взял не дешево но не жалею он того стоит прорезиненная рукоятка для моего от не длинных пальцев вообще все прекрасно блокировка вот в середину поставили когда переключатель реверса уже не нажмешь не блоки не кнопка заблокирована от несанкционированного включения вот в общем говорить нечего меня инструмент устраивает по всем параметрам но цена да мы все хотим чтобы было и красиво блин и дешево к тому же но дешево красиво не всегда бывает за вот этот вот наборчик я уже говорил первый раз что за все за все я отдал 9000 с аккумулятором там шел отдельно аккумулятор отдельно блок питания и отдельно вот этот вот сам агрегат вот есть режим сверления когда трещотка отключается 20 режимов усилия с каким можно крутить ну допустим мебель я собирал на единички чтобы с греха подальше не свернуть голову потом если что можно довернуть руками вот то же самое с электро нас с электрикой сильно не надо крутить лучше потом от руки довернуть чем свернуть голову какому-нибудь винтику а потом заменять целую розетку или выключатель вот все ваше время тратить не буду bosch gsa 10 8 литий профессионал сейчас он может быть 12 литий профессионал все работает все функционирует крепко хорошо надежно этот bosch у меня из как бы из этого производителя из инструмента этого производителя единственный но меня устраивает все если видео было кому-то полезно и интересно пальцы вверх если как бы нет ну что ж всем не угодишь до встречи на моем канале пока пока